Мужчины, запомните, когда у женщины появляются дети, они начинают готовить гораздо вкуснее. Танька, не жри эти ягоды, они волчьи. Да и фиг с ними, с волками, они себе ещё найдут. Мам, привет, тут это родительское собрание, завтра на 6 часов. Ты придёшь? Скажи, что ты сирота. Алло, сосед, извини за поздний звонок. Жену разыскивай, она к тебе случайно не заходила. Подожди, сейчас спрошу. Дашка, ты ко мне случайно зашла или целенаправленно? Бесят комары, мало того, что кусаются, ещё и пищат. Ну, захотел укусить, подлети и жри молча. Маршрутка. Сидят молодые и любезничают. Она. Дорогой, у меня губки болят. Он целует. А так? Так нет. Ой, шейка заболела. Целует. А так? Так нет. Рядом сидит дед. Парень, а ты геморрой не лечишь? Товарищи, если вы хоть раз пили квас из бочки, из пяти кружек на весь город, то у вас пожизненный иммунитет к коронавирусу. Меня покорить, это вам не шубу в трусы заправить. Жена решила пристыдить меня перед её подругами и сказала им, что я не очень постели. Они с ней не согласились. В детстве, когда мне было лет пять-шесть, я искренне удивлялся и посмеивался над тем, как мои бабушка и дедушка могут, сидя в кресле, запросто заснуть. Сейчас мне не смешно. Жена говорит мужу. Хотела бы я знать, будешь ли ты меня любить, когда мои волосы поседеют? Хм, а разве я разлюбил тебя, когда твои волосы становились чёрными, белыми, фиолетовыми? Едет в маршрутке молодой человек, говорит телефон. Окей, Гугл, где я нахожусь? К нему оборачивается бабка. Вот наркоманьё проклятая. В маршрутке ты находишься, а Гулю свою ты на остановке, видно, оставил. Продолжение следует...